Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть радость и веселье наполняют весь круг нашей жизни во имя Иисуса Христа. Продолжение следует... 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 парить над бурью во имя Иисуса Христа, как королы. И пусть обновляются подобно арму юность моя, насыщается желание моё. Желание праздника Ты исполняешь, Господь. И Ты чудесный, Господь. Всё делаешь, Господь, чудесным образом. Моя жизнь, Господь, Ты сверхъестественный, Иисус. Аллилуйя. Я благодарю Тебя, Божий. Что сверхъестественная, всё в моей жизни сверхъестественна во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. И спасибо Тебе, что помогаешь радоваться, веселиться, наслаждаться жизнью во имя Иисуса Христа. Даже посреди шторма, даже посреди бури во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И наше счастье зависит от Твоего присутствия в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Ты источник всех благ, источник моей жизни, дыхания, пения, всего-всего, что только есть во всем круге моей жизни и в жизни тех людей, которые слушают меня. Я благодарю Тебя, Господь. Открывайся во имя Иисуса, во всей Иисусе в полноте во имя Иисуса. Открывайся через меня и во мне во имя Иисуса Христа. Молись. Аминь. Есть где-то все. Иисус Христа. поем песню молитву который называется дикая макрина она взялась 12 января 2011 года вот так прошло 12 лет этой песни уже 12 лет отличное отношение с господом я не что даже меньше я меньше чем никто я пустота даже меньше я меньше чем пустота среди мои суета без Иисуса Христа я дикая макрина тебе привьюсь я не горжусь но я боюсь верою держусь верою держусь и без сутки обрадусь не отсекай меня молюсь тебе мой Бог я пригожусь пригожусь не превозношусь не превозношусь перед ветвями и я держу корень но корень меня и о себе я не мечтаю более нежели должно думать не думая о себе я но думаю огромно по мере веры какую мне Бог уделил подданной Богом благодать и апостол Павел говорил я ничто и даже меньше я меньше чем никто я пустота даже меньше я пустота даже меньше я меньше чем пустота среди мои суета светлый звук закрита слава Иисуса слава Иисуса что мы с Иисусом Аллилуйя поэтому наша жизнь это не суета наша жизнь это вечная жизнь Аллилуйя и Господь избавил нас от этой суетной жизни да где действительно человек чувствует себя пустым и ничтожным потому что без Бога мы правда ничто да потому что все уйдет в небытие вот без Бога надо нам прилепиться к Нему всеми своими всем сердцем всей душой всем разумением всей крепостью своей прилепиться к Богу так чтобы стать им вот этим мы и занимаемся с вами день от дня ища Божьего лица когда мы ищем Его лица мы отражаем Его образ во имя Иисуса мы отражаем Его свет когда мы именно ищем Его когда мы приближаемся к Нему во имя Иисуса Христа когда мы общаемся с Богом мы становимся похожими на Него и по характеру и по способностям и по природе во имя Иисуса Христа Аллилуйя потому что с кем поведешься от того и наберешься Аллилуйя поэтому нам нужно избавиться от суеты избавиться от суетных мыслей всяких разных мирских для того чтобы сосредоточиться и сконцентрироваться нам на том на самом главном на самом важном нашей жизни потому что самая важная жизнь это Бог и личные отношения с Богом Аминь сегодня мы будем провозглашать положительное исповедание потому что нам так необходимо услышать доброе слово Аллилуйя в свою жизнь и тем более истину повторяйте за мной я и Христос одно я и Отец одно я обновляюсь духом у мамы его я бессмертна я не тленна я имею жизнь с избытком я богата на всякое доброе дело имея всякое довольство я исцелена ранами Иисуса Христа я любимая невеста Иисуса Христа я любимая дочь Небесного Отца я желанная и вожделенная я чистая и совершенная я победила мир своей верою я никому ничего не должна кроме взаимной любви я искуплена кровью Христа от ту едной жизни я прославлена я вознесена я воскресла за Христом я оживотворена я посажена на небесах во Христе Иисусе я прекраснейшая из женщин я словно лилия среди термин то я среди девиц у меня ум Христов у меня мудрость ходящая свыше я благословенна я всезнающая я вездесущая я всемогущая я чудесная я сверхъестественная я талантливая я милосердная я долготерпеливая я многомилостивая я истинная я великолепная я короткая я величественная я праведная я святая я непорочная я благодарная я блаженная я снова совершенная я радостная я успешная я насыщенная я блестающая я плодовитая лоза я славная аминь алево ау господа у меня в священном писании есть список и каждый день я пропозглашаю кто его Христе Иисусе ну вот у меня здесь есть большой список на несколько страниц не на несколько страниц сейчас скажу точно два три три четыре на шесть страниц у меня есть исповедание кто я во Христе Иисусе и каждый день я это исповедую например я соль земли я свет мира я дитя Божия Друг Христов и так далее и тому подобное нам очень необходимо знать каждому из нас напоминать себе и окружающим кто мы есть слава Богу и будем это делать во имя Иисуса Христа чтобы не забыть кто мы аминь потому что когда мы не забываем кто мы мы живем соответственно тому кто мы есть аминь слава Иисусу аминь и мы чувствуем то что что мы соответственно тому кто мы есть аминь у нас чувствования такие и у нас способности такие когда мы когда мы осознаем кто мы есть во Христе Иисусе аминь слава Иисусу поэтому очень важно нам знать что думает Бог что делает Бог что чувствует Бог аминь что может Бог что видит Бог что хочет Бог и так далее и тому подобное потому что когда мы знаем Бога то мы делаем то что делает Бог аминь слава Господу пусть Господь да все сильнее и сильнее все ярче и ярче моли отражается проявляется через меня во имя Иисуса Христа проявляется через себя и через меня аминь слава Господу сегодня мы будем размышлять над Словом можем у нас на очереди 1 Петра 1.20 давайте откроем предназначенного предназначенного еще прежде создания мира но явившегося в последние времена для вас аминь аллилуйя слава Иисусу 1 Петра 1.20 правильно то есть Бог он предназначен это вот говорится об Иисусе Христе да об Агнце Божий который купил меня от этой суетной жизни которая суетная жизнь которая давина была мне моими предками земными да Бог он меня и выкупил из этой жизни вот и Бог предназначил мне Иисуса Христа для меня еще прежде создания мира и Он явился в последние времена для меня малилуйя то есть Иисус уже явился в мою жизнь мало того что Он явился Он живет во мне малилуйя живет в каждом христиане малилуйя живет в тебе и во мне Он был предназначен явился мы живем в последнее время малилуйя в последние времена и через этого драгоценного Агнца который пролил за меня свою кровь я теперь уверовала в Бога именно через Него через Иисуса потому что без Него я бы в Него и не поверила написано уверовавших через Него в Бога то есть именно через Иисуса мы уверовали в Бога аминь который воскресил его из мертвых и дал ему славу чтобы вы имели веру и упование на Бога то есть Бог дал Иисусу Христу славу чтобы я имела веру и уповала на Бога аминь Бог дал Иисусу Христу славу чтобы я веровала в Бога имела веру и упование на Бога аминь в последние времена явился этот посредник между мной и Богом аминь потому что по Ветхому Завету там не могло быть никаких посредников вот которые бы могли прийти и сказать Богу о тебе вот защитить тебя как-то перед Богом как-то знаете ну вот рассказать о тебе Богу вот какой ты совершенный и хороший раньше такого не было что кто-то пришел и начал опять о тебе хорошее Богу рассказывать в основном всегда плохое кто-нибудь что-нибудь рассказывать о ком вот явился Иисус который Богу все время рассказывает хорошее во мне вот и таким образом я через него он начинал уповать уповать на Бога на меня халюя слава тебе Господь он был предназначен еще прежде созданием и мы должны понимать что Иисус уже явился агнец боже уже явился не когда-то явится потом вот а в моей жизни в моей и в твоей жизни явился как только ты начал слушать Слово Божие о нем начал слушать меня вот и там через меня говорит Христос то что я и Христос одной аминь он тебе начинает являться аминь это и есть явление драгоценного агнца Божьего который предназначен для тебя и для меня последние времена он явился налилуйя почему последние времена потому что потому что как только он к тебе явился ты перешел в вечность вот поэтому в вечности там нету времени понимаете ты попадаешь в вечность где нету времени есть только здесь и точишь вот и когда явление произошло в твоей жизни драгоценного агнца Божьего да это и было последнее время вот для меня для меня последнее время вот когда иисус явился аминь так для каждого человека налилуйя написано предназначенного еще прежде создания мира налилуйя то есть я попадаю в то место да в то время где нет времени Rica я попадаю в вечность предназначен прежде создания мира то есть он явился и я попадаю в это место в место попадаю в вечность предназначенного бр jedes создания мира, то есть еще когда еще ничего не было, когда еще не было ничего создано, я через свою веру в драгоценного Агнца Божьего принимаю это состояние, состояние, где я нахожусь вне времени, понимаете, в другом измерении, можно так сказать. Вот. Иисус мне явился. Аллилуйя. Слава Иисусу. Прежде создания мира. Аллилуйя. Я уже как только уверовала в Иисуса, я попала в вечность. Аминь. В вечность, где еще ничего не было создано. Еще прежде того, как еще что-то было создано. Аллилуйя. И теперь все новое. Все новое в моей жизни. То есть начинаем создавать и творить все новое. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте начнем уже создавать и творить все новое. Аминь. потому что мы прежде еще создали мир. Мы попали в это состояние вечности. Когда приняли Христа в свою жизнь. Аминь. Прежде создания мира. Аллилуйя. Скажи, прежде создания мира. Прежде создания мира я попала в вечности. Я когда приняла Иисуса в свою жизнь. Вот. Для меня последнее время уже все. Я вне времени. Последнее время было тогда, когда я произнесла молитву покаяния и приняла его в свою жизнь. Все. Это было последнее время в мире. Теперь я перешла в вечность. Я в вечность. Скажи, я в вечность. Я имею вечную жизнь. Потому что я веру в Сыну. Я имею уже сейчас вечную жизнь. Аминь. Плава Иисусу. Вот. И чем мы сейчас занимаемся? Уповаем на Бога. Аллилуйя. Потому что он наша жизнь. Аллилуйя. Потому что перейдя в вечность, Христос становится нашей жизнью. Аминь. Потому что он и есть вечная жизнь. Аминь. Это новая заповедь. То есть новая заповедь в том, что у меня есть вечная жизнь. Аминь. Это Бог заповедовал мне, чтобы у меня была вечная жизнь. Аминь. У меня она есть. Аллилуйя. Скажи, у меня есть вечная жизнь. Аллилуйя. Я попал в вечность. Я в состоянии в том месте, когда еще ничего не было создано. Аминь. И так как я и Христос одно, я и Отец одно, то я начинаю создавать. Создавать и творить все новое. Аминь. Слава Иисусу. Второй Тимофея 1.10. Давайте откроем. Второй Тимофея 1.10. Аллилуйя. Открышись сейчас же ныне. Явлением Спасителя нашего Иисуса Христа. Разрушившего смерть, явившего жизни пления. Через благовестие. Открышись, открылась благодать. Искается о благодати, которая открылась ныне. Явлением Спасителя нашего Бога. То есть, так как Иисус явился в мою жизнь, то и открылась благодать для меня. Благодать Господа. Открышись уже ныне. Явлением Спасителя моего Иисуса Христа. То есть, когда я верю в то, что благодать открылась, благодать Господа Иисуса Христа открылась через ту вечную жизнь, которую я уже имею. То есть, это уже явление получается. Явление Господа моего Иисуса Христа в моей жизни произошло. Вот. Это значит, что моя смерть разрушена. Аллилуйя. И явилась жизнь и не тление. Аллилуйя. Явилась жизнь и не тление. То есть, я говорю эту радостную, благую весть о том, что я имею вечную жизнь. Аминь. Что мне явилась благодать. Аллилуйя. И еще написано, благодать – это спасительное для всех человек. Аллилуйя. Всех, кто уверен. Я уже сейчас имею вечную жизнь. Аллилуйя. Эта благодать открылась через явление Сына Божия. Через явление Иисуса Христа в моей жизни. Как Он являет? Через мою веру. То есть, когда я верю, что Иисус явился уже сейчас. Мне когда-то явится потом. А Он уже сейчас, уже явился. Когда написано, да, вот это дальше слово. Разрушившего смерть. То есть, уже это случилось. Смерть разрушена уже. Все. Аллилуйя. И явившего жизнь и не тление. То есть, явилась жизнь моя. Аллилуйя. И не тление. То есть, жизнь и не тление. То есть, ты никогда не умрешь. Аллилуйя. Ты никогда не сгниешь, не состаришься. Не заболеешься. Вот. Ничего такого. Из разряда проклятий. Вот. Неудач там и так далее. Ничего этого не будет. Нету. Потому что в Нем нет тьмы. Аллилуйя. То есть, благодать открылась. Аллилуйя. Скажи, благодать открылась в моей жизни. По явлениям Спасителя. Ты веришь, что Иисус явился уже в твою жизнь? Если веришь, что Иисус явился в твою жизнь, значит, благодать открылась. Благодать открылась. Значит, ты не... Независимо от дел закона, независимо от твоих поступков, вообще ничего. Благодать явилась. Благодаря тому, благодать открылась, извиняюсь. Благодаря тому, что явился Иисус Христос в твою жизнь. Это тот Иисус Христос, который разрушил смерть и ввел в жизнь и не твение через благовестие. Аминь. Слава Иисусу. Скажи, я верю. Я верю, что благодать открылась в любви. Не частично как-то открылась в ней, а полностью открылась в благодать. То есть, не изменяется в грехов в твоей поступке. Блажен человек, чьи грехи покрыты и беззакония. Кому Господь не изменен греха. И изменяется праведность. Меняется праведность через веру в Иисуса Христа. Бог не говорит, что ты грешник. Бог говорит, что ты праведник. Аминь. Слава Иисусу. То, что ты ничтожество и ничто, как мы пели, да, вот, про дикую москвину, что это потому, что в мозгах еще не поменялось себя у человека, да, и он еще не верит в Иисуса. Он еще не верит, что Бог явился, что благодать явился, что Иисус в его жизни есть. А когда придет вера, да, и осознание того, что Иисус Господь в моей жизни, что Он живет во мне, тогда уже моя жизнь, тогда уже моя жизнь приобретает смысл и огромное значение на них. Я уже не ничто. И я не дикая москвина. Я родня Богу. Я родня Богу. Аминь. Аминь. В чем гордость проявляется, да, ну, в том, что человек не хочет принимать Бога. Вот в чем гордость. Я сам без тебя. Или там, а когда мы пели, да, я не горжусь, но я боюсь. То есть, страх Господень, начало мудрости. Все, я приняла Иисуса. Да. Значит, у меня мудрость была такая, чтобы принять Иисуса. И вот. А вот если бы я сказала, я горжусь, вот, я тебя не боюсь, Иисус. Вот. Я сам по себе, а ты сам по себе. Ты мне не нужен, так далее. Вот тогда, когда в глазах Бога получается ничто. Вот. Без Иисуса мы ничто. Без Иисуса мы не можем привидеться к Богу. Без Иисуса Он не будет нашим отцом. Без Иисуса Христа Он будет кем угодно, но только не отцом. Вот. А нам нужен родной, понимаете, который заботится, который за нас, на нашей стороне. Аминь. Алиулы. Слава Иисусу. Слава Господу. Бог нас избрал. И что? Повезло нам, да? Повезло. Бог меня избрал. Мне повезло. А я говорю, что Он меня избрал. Почему не повезло? Ну, то, что я сама Его избрала, поэтому Бог меня избрал. Да, каждый из нас. Не думайте о том, что вот тебя избрал. Ну, меня ж не избрал. Это ж тебя избрал. Нет. То есть, Бог, Он избирает тех, кто Его избирает. Понимаете? То, что у нас есть свобода в воле. У нас есть душа, которая может выбирать. И даже она может выбрать смерть. Да? И Бог предлагает, выбирает смерть или жизнь. Вот. Конечно, я выбираю жизнь. А не убрать. Слава Иисусу. Ефесянам 2.14. Ефесянам 2.14. Ефесянам 2.14. Из кого обоих одно. То есть, ну, здесь говорится в контексте, что из кого обоих Он сделал одно. Божий народ, да? Еврейский, израильский. И язычников. Он сделал через Иисуса Христа, через Сына Христа, Бог сделал нас одно. С Божьим народом. То есть, мы не отдельно теперь от евреев, знаете, вот, из язычников верующих. А мы одно во Христе Иисусе. Аллилуйя. Уже не враждует Божий народ, евреи, да, с другими народами, как это было раньше. Теперь во Христе Бог примирил Собою и евреев, и все народы. Аллилуйя. Он ищет мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявший посреди преграды. Упразднив рожду плотью своей, а закон заповеди учения, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. И в одном теле примирить я буду с Богом посредством Креста, убив рожду на нем. Аминь. Слава Иисусу. Мы можем отнести это место в священное писание, как муж-жена, например. Они становятся одно, понимаете? И как ты относишься к своему супругу, как ты относишься к твоей жене, это, то есть ты относишься так к самому себе, или я отношусь так к самой себе, так как я отношусь к своему супругу, или так как супруг относится ко мне, вот, значит, относится так к самому себе. Аминь. То есть мы одно, малявое. Если я плохо отношусь к евреям, это значит, я плохо отношусь к себе. если я плохо отношусь к язычникам, значит я плохо отношусь к себе потому что разрушил Бог всякую преграду вот Аллилуйя слава Господу во Христе Иисусе Он есть мир наш Аллилуйя слава Иисусу и мы не разделяем во Христе Иисусе нет грешники и праведники одно все во Христе Иисусе то что про Иисуса говорили что Дум грешников что Он к злодеям причитой и так далее и тому подобное а одному уже все во Христе Иисусе нет разделений вот стирается всякая всякая это самое преграда воин Иисус вообще между людьми всякая преграда стирается у Христа то есть не имеет значения кто ты там даже если ты был разбойник вообще сам последний грешник стирается вот как принимает Иисус и все святые стирается всякая преграда вот Аллилуйя нет никакой вражды потому что Бог и говорит любите друг друга Аллилуйя Он же не говорит там люби только праведного вечного не надо любить только такого хорошего любить нет Он так не учит Аллилуйя то есть стирается преграда во Христе Иисусе между людьми вот аминь слава Иисусе это все в нем в Иисусе в бой вне Бога такого быть не может вне Бога там должны быть правила установки как все и так далее много всяких нюансов много всяких это самое штучек чтобы взаимоотношения там строить и так далее вот во Христе Иисусе Бог убирает всякую преграду Аллилуйя Аллилуйя слава Господу Он упразднил вражду плотью своей упразднил то есть уничтожил всякую то есть сделал ее вообще незначительной вот эту вражду своей плотью дабы дабы из двух создать в себе самого одного нового человека устроя нас слава Иисус из обоих сделал одного нового человека Аллилуйя скажи из обоих сделал одного нового человека вот я допустим я и Иисус он же тоже лично если он даже живет во мне все я уже новый человек Аллилуйя нужна нужна тоже становится одно Аллилуйя Слава Господу Слава Господу Поменял Господь закон заповеди учения Аллилуйя Слава Иисус В одном теле примирить обоих Богом посредством креста убить прожден нас смотрим на крест понимаем что там все там все наши недостатки все вот это все все проклятие все все поэтому быстро прощаем быстро прощаем все что там какие-то там разборки между друг другом там между друзьями между знакомыми между родственниками там и так далее между мужем и женой между братьями и сестрами все всякая вражда пусть будет потом преисподня отправляй все в преисподню отправляй все все это под свои ноги во имя Иисуса Христа создавая рай во имя Иисуса все в твоих руках даже если один кто-то принят решение решение создать мир да и рай вот то вторая сторона она скорее всего согласится слава богу потому что бог со своей стороны да примерил с тобою мир да с Иисуса через Иисуса вот я та сторона которая согласилась тем тем что мы с богом у нас с ним все нормально теперь что я дружу с богом теперь у меня все нормально с богом вот другие пока еще да бог он говорит я ничего против тебя не имею все если он согласен то слава богу если не согласен то он же сам и теряет вот потому что он не может принимать благодать в таком случае и он приходит тогда жить вне вне бога вне его любви вне его благоволения вне его благодати милости и так далее потому что он идет по жизни живя своими какими-то соображениями своим воспитанием своей моралью своей совестью и так далее вот живет по удостоверению своего ума но те кто принял благодать на благодать от бога те они принимают милость от бога аллилуйя и верят в то что все хорошо у меня дружба с богом бог на моей стороне аллилуйя бог никогда не против меня я в нем он во мне мы с ним одно мое желание это его желание его воля это моя воля куда он смотрит туда я смотрю что он говорит то я говорю что он слышит то я слышу что он делает делаю я аллилуйя куда он идет туда и я потому что я не могу никуда идти без него понимаете то что он живет во мне аллилуйя Плава Иисусу. Так, Матфея, 25-46. Не пойдут те в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь. Слава Иисусу. Ну, здесь Господь написано, придет, да, описывается в притче, Господь рассказывал. Вот, и одна из них это про козу и овец. Каким образом все народы соберутся придними, прид Иисусом? Они просто не могут не собраться, потому что Он везде. Иисус, Он везде вообще. Он везде сущий. Написано, Сын человеческий придет во славе Своей. И все святые ангелы с ней. Тогда сядет на престоле слава Своей. Сейчас как-то раз как право говорится о том, что мы на престоле с Иисусом. Алилой. Овец ставит по правую сторону, козлов по левую. Вот, и те, кто хорошо к Иисусу относился, да, хорошо к Иисусу относился, то есть хорошо относился к тем, в ком живет Иисус. Вот, и они боком говорят, идите благослови нас, следуйте в Царство. А кто плохо относился к верующим, даже в Иисуса, и вообще к Иисусу, то, что Он воспринимает нас, как малые си, которые являются одно с Ним. Вот. И Он говорит, если Вы плохо относились, то Вы идете прокляты от Меня подальше, в огонь вечный. Вот. И написано, пойдут си в муку вечную, а праведники в жизни вечную. Аминь. Плава Иисусу. Ну, Вы все знаете, да, эту притчу, поэтому я не буду ее перечитывать. Вот, если хотите, сами почитайте от Матфея, значит, 30, 25 глава, 31 по 46 стих. Ну, вот. То есть это говорится о тех людях, которые вообще Библию ни разу не читали, мы в руки ее вообще не брали. Да, потому что, потому что они спрашивают, когда мы видели тебя голодным, когда мы видели, мы-то знаем, да, что, ну, все верующие знают, да, что, ну, что нужно добрые дела делать, что нужно любить друг друга. А тут, походу, люди вообще ничего не знали. Вот, вот, и они говорят, а когда мы видели тебя? Вот, если я читала это место, священное писание, да, и вот я у него, я ему этот вопрос не задам. Вот, когда я видела тебя голодным, когда я видела тебя в темнице, когда я тебя накормила, вот. Ну, я на каждое воскресенье говорю, Господи, ешь со мной. Вот, и я понимаю, если я кого-то накормлю, это значит, накормлю самого Иисуса. Поэтому я не буду ему задавать такой вопрос. То есть эти вопросы задают те, кто вообще Библию ни разу в руки, наверное, не брал и не читал. Вот, они зададут Богу вопрос, вот, когда мы видели тебя нагим, когда мы видели тебя голодным, жаждущим и так далее, не посетили тебя, когда это было еще. Те, у кого чревное служение, они знают, да, что они им сам посещают Иисуса, у кого чревное служение. Они вопрос такой Иисусу не зададут. Вот, это ясное дело, что Он задает вопрос. Я тебе задаю вопрос. Вот. Иди благословен, и на следуй, царство. Ты меня кормил, поел, одевал, посетил меня, когда я была в темнице, да, да. Вот. Посетил меня, пришел, накормил, одел, обоих, я говорю, иди. Но следует царство, благословен, иди. Слава Иисусу. Так, ну что, дальше идем. Иоанна 3, 15, 16, 16. Евангелие от Иоанна. 3, 15, 16. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Слава Иисусу. Когда Иисус умирал на кресте, да, это Бог отдал Свою Сыну. Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Молевой, то есть, скажи, я не погибну, потому что я имею жизнь вечную. Слава Иисусу. 36. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Ты веруешь в Сына? Я Сын. Значит, имеешь жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аминь. Давайте с вами споем песню молитвы, которая называется «Разрушивший смерть». Она родилась 21 мая 2021 года. Это уже более свежая песня, песня молитвы. Песня. 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 Явившийся посветье времена для нас, Для уничтожения греха, кровью Христа. Кровью Христа, явившийся посветье времена для нас, Для уничтожения греха, кровью Христа. Кровью Христа, явившийся посветье времена для нас, Разрушившийся смерть, разрушившийся смерть, разрушившийся смерть. Явившийся посветье времена для меня, Для уничтожения греха, кровью Христа. Кровью Христа, явившийся посветье времена для меня, Для уничтожения греха, кровью Христа. Кровью Христа, явившийся посветье времена для нас, Для уничтожения греха, кровью Христа. Явившийся смерть, явившийся смерть, разрушившийся смерть. Я певший жизнь, Я певший жизнь, Жить вечную, аминь. Аминь, слава Иисуса! Жизнь вечная, аминь, явил нам Иисус Христос. Аллилуйя. Так он продолжит размышлять. Деяния 3 глава, 19-20 стих. Деяния апостолов. 3,19-20. Свините Духа Святого. Свините Духа Святого. Я разрушившая смерть, явившая жизнь и благовестие, явившая жизнь не тленя через благовестие. Аминь. Сверхи разрушены, грехи уничтожены. Аллилуйя. Аллилуйя. Так я говорю, я разрушившая смерть, явившая жизнь и тленя через благовестие. Я говорю тебе. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господа. И да пошлет Он, предназначенную вам, Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Скажи, мое лицо – это лицо Господа. Аминь. Я же тело Иисуса. Я представитель Бога. Мое лицо – это Божье лицо. Мое тело – это Божье тело. Мое дело – это Божье дело. Мое служение – это Божье служение. Аминь. Моя церковь – это Божья церковь. Аллилуйя. Поэтому я говорю, от лица Господа, да, придут времена отрады. Аллилуйя. От лица Господа. И да пошлет Он предназначенную вам Иисуса Христа. Аллилуйя. То есть для тех, кто еще не покаялся, да, тот, кто разброшил смерть твою и вел жизнь не клинит, я говорю, что примив свою жизнь Христа, Аллилуйя, пусть Он станет твоим самым близким, самым верным, самым надежным другом. Аминь. Аллилуйя. Этот друг, который всегда за тебя, который не предаст, Он верный. Аллилуйя. И поэтому нужно просто встать на сторону Бога, это и есть покаяние. Встань на сторону Бога, это и будет покаяние. Аллилуйя. Бог все совершит. Аллилуйя. То есть дело изменения твоего характера, там, освещение свое, это в зависимости от постоянства твоего общения с Богом. Вот. Чем чаще ты общаешься с Богом, тем быстрее будет меняться твой характер и будешь преобразовываться в его образ, да, понимая о том, кто ты есть. Чем меньше будешь общаться с Богом, тем и больше с миром, тем больше ты будешь похож на этот мир. Вот. Но все равно ты знаешь, что ты являешься, ну, что Бог за тебя. Он все равно на твоей стороне. Аллилуйя. Это и есть благодать. Аллилуйя. Предназначенная прежде вековых времен. Да. Благодать явилась в твоей жизни. Аллилуйя. Когда грехи не изменяются и преступления тебе. Все прощается. Аллилуйя. Все аннулируется. Аллилуйя. Все, что плохое делаешь, все аннулируется. Вот. И ты просто имеешь власть. Да. Власть. Потому что, когда ты знаешь, что Бог на твоей стороне, ты понимаешь, да, что ты от имени, от лица Господа, от имени самого Бога говоришь и приказываешь. Тем нечистым духом. Аминь. Если дьявол там что-то там вдруг начнет лгать тебе в том, что ты, что Бог не на твоей стороне, что вот он тебя сейчас воспитывает, вот он тебя, вот это вот, послал тебе вот это вот специально, да, чтобы, вот, не верь. Потому что от Бога только хорошее все в твою жизнь приходит. Вот во что верит. А то, что плохое, ты сам должен выгнать из своей жизни. Потому что Бог тебе дал власть. Аминь. Применяй эту власть. Давайте с вами споем песню-молитву, которая называется «Пришли». Она родилась 30 июня 2021 года. Время на отрады. От лица Господа. Кают и обращают, чтобы закладились крестить. Мои пришли. Время на отрады. Время на отрады. От лица Господа. Тебя послал. Время на отрады. Время на отрады. Мы, как Христос. Потому что каждый из нас является посредником теперь между Богом и человеком. Потому что мы благовествуем. Мы призываем людей в том, чтобы они жили благочестивый образ жизни. Они вели, ходили в церковь и так далее. Вот. И мы являемся всем во всем. Во всем. Потому что апостол Павел говорит, что я сделала все всем. Для людей я был как для людей. Для подзакона был как подзаконный. Для немощных как немощь. Ну, короче, я стал всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. А наша задача, да, ну, желание, вот, мое, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому я и пою такие песни. Вот. Хотя мне, кажется, не надо. Вот. Потому что я пою, чтобы пели те, кому нужно покаяться. А потом, когда ты уже покаялся, тебе уже не надо петь эту песню для себя. Ну, как бы тебе нужно петь эту песню, чтобы другие покаялись. Те, которые услышат эту песню, начнем с песней с тобой. Понимаете? То, что Бог, Он становится всем для всех. Аллилуйя. Если нужно будет, Он даже станет бомжом, чтобы спасти бомжа. Или еще что-то там. Или как-то там достигнуть его, понимаете? Вот. Вот. И апостол Павел еще в темнице сидел, знаете, среди там заключенных. Вот. И для того, чтобы там спасти, для того, чтобы там благовествовать. Аминь. У Бога разные способы, каким образом достигать сердца. Вот. На каждую рыбку своя приманка. Вот. Понимаете? Поэтому так и получается, что у нас универсальные песни. У нас всякие разные. Не только там, где мы на небесах. Не только там, где все хорошо и прекрасно. Но есть еще те, которые приводят людей к покаянию. Те, которые душевные. Которые, в общем, касаются лично душевных сфер человека. Вот. И, в общем, потому что Бог привлекает души. Понимаете? Нам же как-то нужно душу привлечь человека, чтобы он заинтересовался Божьей жизнью. Да? И Бог ведет нас узами человеческими иногда. Вот. К себе. Вот. Чтобы мы привлеклись именно к Нему. Иногда узами человеческими ведет. Вот. Человек не сразу привлекляется к Богу. Он смотрит на человека и идет за каким-то человеком, который верит в Бога. Вот. И потом становится верующим. Потом его вера укрепляется и он уже сам самостоятельно может следовать за Иисусом, за Богом. И иметь с ним личное отношение. Аминь. Поэтому у Бога разные. И песни у нас разные тоже. Давайте дальше продолжим размышлять. Экклисиаз 3.12. 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 Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться, делать доброе в жизни своей. Аминь. халилю не кресят написал значит соломон вот и он значит пишет что он познал что нет для человека ничего лучшего как веселиться и делать доброй жизни знаете вот я лично хочу чтобы в моей жизни ну вот было все самое лучшее и когда я просила бога чтобы господь даровал мне все самое лучшее и у меня там выписала священное состояние там лучше 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 что лучше вообще вот и и у меня там есть цитаты из библии вот тоже который написал соломон песни песни возлюбленному лучше все и вот у меня всегда по возлюбленному возлюбленным который лучше всех от иисус вообще вот если в человеке больше проявляется иисус он и и становится тем кто лучше все вот и и и соломон пишет и крестьян что лучше веселиться и делать доброй жизни вот это он познал что это есть самое лучшее нету наверно такого человека который бы не любил веселиться вот и он даже работает для того чтобы потом веселиться и поэтому каждому из нас до хочется чтобы нашу жизнь наполняла радость хочу вещей и конечно мы чувствуем себя лучше когда мы делаем добрые дела когда мы когда мы делаем добро и вот потому что это естественно для нас делать доброе это естественно а делать то есть�� тет skin потому что это не присущи характера Характеру Бога, неприсуще творению Божьему, неприсуще созданию Божьему, потому что это неприсуще Богу вообще. А нам нужно быть присущими Богу. И когда мы делаем что-то доброе, это нормально. Это вообще естественно, так должно быть каждому человеку. А когда ты не делаешь доброе, это ненормально, считай. Перед Богом это ненормально. Конечно, тебя будет наполнять радость и веселье, когда ты делаешь доброе. Может быть, не всегда, когда иногда делаешь доброе, не всегда радостно. Может быть, даже ты жертвуешь всех лет, чтобы сделать доброе. Но все равно, естественно, наполняется радость. И нам хочется радоваться и веселиться. Слава Иисусу. И Экхлесиас познал, что нет для человека ничего лучше. Как веселиться и делать доброе в жизни своей. Слава Иисусу. Поэтому будем веселиться. Вы знаете, вот как я только вышла, начала выходить петь на улицу. Моя жизнь стала настолько веселой. Каждый день что-нибудь новенькое. Вот, ну правда. Каждый день какие-то знакомства. Каждый день что-то вообще происходит постоянно. Что-то новое. Сейчас уже зима, сейчас там уже холодно. Сейчас уже, вот, не походишь. Я уже не ходила. Вот морозы начались, там уже не попоешь. Вот. Я три песни спела, я пальцы задняла песню, я пошла домой. Вот. Весело, понимаешь? Веселой жизнью. Наливаю. Потому что нет для человека лучше, чем веселее. Делать доброе в жизни своей. Я вот считаю, что я пою, это доброе дело. Вот наше время, когда сейчас уже там никто уже не сидит на скамейке. То есть там холодно, там мороз. Вот. Там уже все замело, там сугробы. Вот, там уже не попоешь. А когда люди там сидели, слушали, это приносила благодать для них. Для слушающих. То, о чем я пою, это доброе дело. Мне сама была веселая любовь от того, что я делаю. Вот. То, что я делаю, мне это приносит радость, удовольствие. Я живу. Наслаждаюсь жизнью. Маливаю. И, кстати, со своим супругом нынешним я познакомилась именно, когда я выходила, пела. И вот он сел и мы с ним познакомились. Вот. И таким образом, короче, это произошло очень быстро. 8 сентября я с ним познакомилась. А 3-й 1 октября мы с ним обвенчались. Вот. Теперь я замужем. Не то, что я замужем, я обвенчана. У меня есть муж. Вот. Который я люблю. Вот. За который я молилась очень долго. Вот. Потому что это лучшее пришло в мою жизнь. Молил вы. Какие-то там обстоятельства, да, то, что не влазит в наш ум. Вот. Но в Божий ум это влазит. Если у меня мудрость, когда я сейчас слышу, и ум Христов, это влазит. Что же сейчас происходит в моей жизни. Но если бы я была простым человеком, который не знает Бога, это бы вообще не влезло. Вообще никак бы не влезло. Вообще, я бы подумала, о Боже, что вообще происходит. Вот. Как это так? Ну, когда ты с Богом, то все влазит. То, что происходит, влазит. И приносит радость. Молилуйя. Я по-прежнему живу Богом. Я по-прежнему, надеюсь, уплываю только на Бога. И надеюсь, не уплываю там на мужа, там, и еще там. На кого-то. Я по-прежнему, у меня по-прежнему личное отношение с Богом. Несмотря на то, что я, у меня поедется муж. Вот. У меня по-прежнему так же служит Богу. То есть, Господь все так сделал, что мало что изменилось в плане быта. Знаете, в плане там, ну, житейских там каких-то моментов. Вот. Слава Богу. Вот. И я мог служить Господу, продолжать так же все. Абсолютно. Вот. Слава Богу. Харьбет. Конечно же, я стала, ну, когда у меня появился муж, я, конечно же, как женщина, я почувствовала себя, ну, как сказать, вот. Конечно, почувствовала, что, ну, что, как я и говорила, что это великая пыль, для наших церков. Вот. Потому что я уже не одна, потому что я и мой судьб, мы одно. Вот. Если я здесь сижу, это, значит, мы служим Богу. Вот. Аллилуйя. Слава Богу за все. Аллилуйя. Слава Иисусу. И это лучшее ко мне пришло, потому что я... обвенчалась человеком, которого я люблю. Аллилуйя. Слава Богу. Так как я хотела. И все прям Бог исполнил, как я просила. Вот. Даже внешность, все, подошло все, все, о чем я просила. Рост там, даже цвет глаз там, и все. Вот. Стройный, красивый. Не ниже метр восемьдесят. В общем, со светлыми глазами. Да что мы, блондина я просила. Ну, блондин. Не блондин, а свет. Вот. Светлыми волосами. Вот. Весело с ним вообще. Точно не соскучишься. Вот. И слава Богу. Слава Иисусу. Вот не соскучишься, это точно. Ну, веселюсь как могу. Вот. И крестьяр четыре. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Аминь. Слава Иисусу. Слава Господу. Ха-ла-ла. Слава Иисусу. То есть я по-прежнему дружусь для Господа. По-прежнему тоже для Господа. Вот. Библия говорит, что дети – это награда от Господа. Вот. Я вообще ожидаю, да, что если я обвенчалась со своим супругом, значит, будет плод. Плод нашей супружеской жизни. Плод супружеской жизни – это дети. Я вообще ожидаю детей, то, что я молилась, чтобы Господь дал мне детей. Я знаю, что люди женятся, там просто живут вместе, да, но детей у них там нет. Вот. Просто чисто для себя там живут еще. А я думаю, что дети должны быть наградой от Господа. Да, когда люди женятся, дети должны быть с вами. Вот. Я вообще, когда молилась за мужа, я вообще хотела 10 детей. Знаете, я вот уже сколько лет молюсь и думаю, Господи, ну, уже мне 40-50 лет. Вот. И знаете, вот Господь мне дал мужа не тогда, когда я вот была прям красавица, там, супер, там, хорошо выглядела, там. Вот. Не тогда, когда у меня была там красивая фигура, там. Не тогда, когда, в общем, у меня все обстоятельства там были хорошие в жизни и так далее. И я помню, у меня, то есть познакомилась, то есть не макияж, ничего не делала. То есть у меня не было макияжа, потому что я вот привыкла каждый день вот делать макияж. Точнее было время, когда я макияж все время делала. Но в то время я что-то замуж не вышла. Вот. А вот вышла просто на улицу петь. Просто одела там какую-то одежду. Ну, я, правда, чисто все одеваю, но... Такую одежду удобную, чтобы было просто петь и все. Но на свидание я бы в такой одежде точно не пошла. Вот. Для того, чтобы там с кем-то познакомиться. Я бы точно в такой одежде никогда бы в жизни не одела такую одежду, чтобы идти там с кем-то знакомиться, для того, чтобы там кого-то себе найти. Вот. А Господь так сделал, что вот пошла в такой одежде, и вот и познакомилась, и я ему понравилась. Вот. А потом, короче, потом еще у меня на шее, короче, какая-то... У меня вообще шея гладкая. Она у меня прям, ну вот, по сравнению, я вот, если сравнивать, да, вот тех женщин, которым уже столько же лет, сколько у меня, у них шея уже дряблая такая. У меня всегда была шея, ну, такая гладкая, красивая, молодая, и кожа была прям такая гладкая на шее. Вот. Но в то время, когда я с ним познакомилась, у меня какая-то агергия вылизывала вообще на шее. Вот. Красное пятно, и оно мне раздражало, и, в общем, из-за этого шея, короче, она... Ну, там чуть-чуть, но было видно, что дряблая. Вот. Еще на глазу там, короче, какая-то тоже вот что-то наподобие вылизывала. Но это, знаете, это не помешало тому, чтобы Бог сделал так, что вот в моей жизни появился человек, вот, который согласился, ну, вот, разделять со мной... разделять со мной супружеская ложа, вот. Потому что обычно люди женятся для того, чтобы наслаждаться, да, не для того, чтобы там плохо им было. Вот. Я говорю, называю вещи своими именами, вот. И я, ну, просто понимаю, что здесь вообще не зависит. Не зависит от меня вообще ничего. Это не зависело вообще от меня. Вот. И это зависело только от Бога. Это вообще чудо. И я просила, чтобы муж был от 25 до 35 лет. И когда я начала молиться, мне было 25 лет. А мне исполнилось уже 49 лет, да, 48 еще было, когда я с ним познакомилась. Но сейчас мне уже 49. Вот. Почти через месяц мне уже исполнилось 49. Вот. И когда я уже... У нас было венчание, вот, мне уже было 49, а ему 35. Понимаете? Бог ответил мне на мою молитву. Вот. Какой был... Ну, конечно, я молюсь там, чтобы... И знаю, что в каждой семье, да, есть что поменять к лучшему. И я знаю, что в семье есть что поменять к лучшему. И нужно за это молиться. Вот. Благодарю Бога. Вы знаете, и самое главное, что я поняла, что надо утешаться Господом. Когда утешаешься Господом, когда ты понимаешь, что он источник твоего счастья, твоей любви. Вот. Все остальное прилагает. В том числе и все. И внимание у кого-то мужа, и внимание у кого-то жены там. И, в общем, отношения между твоими друзьями, родственниками и так далее. Вот. Когда ищешь именно Бога, находишь в Нем счастье, находишь в Нем утешение. Понимаешь, что он единственный источник твоего обеспечения, твоей радости, твоего наслаждения. И так далее. Вот. И что бы там ни было, вон твоя защита, вон твоя опора. И вот он все для тебя. И, знаете, когда любишь, очень легко прощать. Когда любишь, легко прощать. Когда ты хочешь любви Божьей, легко прощать. Вообще даже, ты не чувствуешь даже обиды, даже если там тебе что-то плохое сказали, там, или что-то обидное сказали. Вообще, оно как броня, знаете, такая стоит, толстая броня, и не пропускает вот стрелы лукавого. Они просто бирангом отлетают от меня, и мне вообще там, вообще не больно. Вот если бы я вот, ну, например, и чтобы подготовиться к этому браку, который у меня сейчас. Бог меня проводил очень много лет. Вот, чтобы я могла подготовиться к этому браку именно, вот, то, что сейчас в моей жизни происходит. Вот, вот, и в моей жизни было там много всего неприятного в отношениях с противоположным полом. Вот, то есть, то, что я вообще не понимала, я не сражалась, почему это происходит. Вот, сейчас я понимаю, Бог готова именно к этому браку, с этим человеком, которым я сейчас, самое лучшее, которого я называю, что он лучше всех, возлюбленный мой, который лучше всех. Потому что это он и есть, который лучше всех. И мы своими словами, знаете, делаем реальность в нашей жизни. Именно своими словами. Вот, Евреям 7.22. Давайте открою. Евреям 7.22. Евреям 7.22. Кто лучшего завета, коручителем, соделался Иисус. Халюлуй. То есть, у меня, я заключу, с Богом лучше завет. Аминь. У меня все лучше. Халюлуй. Новый завет Господа нашего Иисуса Христа, он лучше, чем ветхий завет. Поэтому Иисус делался только учителем лучшего завета. Я вам рассказываю о лучшем завете с Богом. То есть, вы заключаете лучший завет с Богом. Самый лучший. Ныне, слава Иисуса Христа, он лучше, чем ветхий завет, это когда Бог мой супруг. Когда он является моим мужем. Вот, это самый лучший завет с Богом. Халюлуй. Может быть, есть еще что-то лучше? Вот. Я не против принять еще лучше, чтобы. Так, Евреям 8.6. Ну, сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он хадатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. То есть, тот завет, который я заключил с Богом, здесь лучшее обещание Бог дает мне. Лучшее обещание. Халюлуй. Когда я заключаюсь с Богом, ну, допустим, если бы я сказала, нет, Бог-то для меня не может быть супругом, только не этот. Ну, вот. А я согласилась все, я согласилась. Да, Господь, ты мой супруг, все. Согласилась. Теперь лучше, у меня лучше завет. И там лучшее обетование, лучшее обещание Бога. Вот, то, что самые близкие отношения получаются с Богом. Потому что обычно супруги это самые близкие. Вообще, по идее, должны быть. Или лучший друг, самый лучший друг. Супруг может быть тоже самым лучшим другом, одно другого не мешает. Вот. И там лучшее обетование Бога. Бог обещает мне лучше. Вот. Чем если бы Он был просто моим спасителем, там, еще. Или просто пророком в моей жизни. Вот, мусульмане, они же принимают Иисуса просто как пророк. Вот. А я Его принимаю как жениха, как супруга. И так далее, и тому подобное. Значит, лучшее обетование. Халилюя. Крисяст 3.22. Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими. Потому что это доля Его. Ибо кто приведет Его посмотреть на то, что будет после Него. То есть, наслаждаться своими делами, это лучше для человека. Так сказал Крися. Аминь. Конечно, мы наслаждаемся тем, что мы делаем. Если бы я не наслаждалась тем, что я делаю, я бы это не делала. Аминь. То есть, я бы не хотела это делать, и я бы сделала все для того, чтобы этого не делать. Но я это делаю, значит, все-таки это приносит мне какую-то радость, какое-то наслаждение. Это лучше. И служить Богу лучше, чем служить кому-то другому. Аминь. Крисяст 3.20. Так. Евреям 12.24. Уже опять темнеет. Так. Евреям 12.24. Евреям 12.24. Кровь вкрапления. Кровь, она очищает от греха. Кровь, она Иисуса, она исцеляет, обновляет. Она делает нас родными Богу. То есть, она говорит лучше, чем кровь Азелева. Кровь Азелева требует умщения за смерть. Да. А кровь Иисуса говорит лучше. Аллилуйя. Кровь Иисуса, она защищает, наоборот. Аллилуйя. Она оправдывает грешника. Она делает его правильно. Филиппийцам. Так. Евреям 10.34. Ибо мы, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Аминь. Слава Иисусу. Я вот на небесах уже сейчас нахожусь. Слава Иисусу. И то имущество, которое я имею, это лучшее имущество, которое неприходящее, которое есть у меня. Аминь. Слава Иисусу. То есть, каждым разом Бог дает лучше. Аминь. Он не дает хуже, хуже. Он дает лучше, лучше, лучше. Лучше, лучше, лучше. И все лучше, лучше и лучше. Аминь. Слава Иисусу. Филипидцам 1.23. Филипидцам 1.23. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Что значит разрешиться и быть со Христом? В моем случае это не умереть. Ну, в том плане, что выйти из тела. В моем случае оставаться в теле и продолжать быть с Господом. То есть, отрешиться от этого внешнего мира, так концентрироваться на Боге, что забыть обо всем. Это лучше. Потому что, когда ты находишься в таком состоянии, тебе не хочется из него выходить вообще. Ты хочется постоянно в этом находить. Просто, когда тебе приходят мысли, да, вот, что нужно там какими-то делами заняться. Вот, и все это проходит, в состоянии. Вот. А лучше, лучше наше состояние, да, находиться, быть со Христом. Разрешить быть со Христом. Лучше. А любви. Как я говорила на прошлом богослужении, да, что, когда я приняла там решение, которое, вот, я приняла, я почувствовала сильно Бога. Вот это лучше. А любви. Слава Господу. Мы выбираемся жизни лучше. Потому что я выбираю лучше. Так, 1 Коринфянам, 7,21. Рабом ли ты призвал? Не смущайся. Но если ты можешь делать-то свободным, то лучшим воспользуйся. Аминь. Слава Иисусу. То есть свободным быть лучше. Аминь. Слава Иисусу. Халилюя. Мы воспользуемся лучше. Слава Иисусу. Халилюя. Вот что касается того, что меня волнует, да, то, что у меня самый лучший муж. Вот. Прям. Все. Все замечательно. Все хорошо. Вот. Потому что Бог знает, что мне нужно молиться. Что мне нужно, вот, сосредоточиться на Боге. Что нужно, чтобы мое служение продолжалось. Вот. И все. Все обстоятельства послужить тому, чтобы все продолжалось. Вот. И у меня нет, знаете, суеты там. Вот. Когда. Я вот помню, вышла замуж. Ну. Еще давным-давно. Когда еще Бога не знал. Я вышла замуж. И я поняла, что моя жизнь теперь... Я стала рабыней. Мне нужно... Мне нужно каждый день вставать, готовить. Мне нужно готовить еду. А я не привыкла к этому. Я вообще была в шоке. Что происходит? Что случилось? Почему я должна это все? Ну, а потом я привыкла уже и все. Вот. Но я была в недоумении как это. Потому что меня не учили. Чего к чему. Я думала, что вот поженились там в любовь. Там все так в сказках. Ну, это вообще. Вот. А тут быт. Все такое. Ну, вот. Аллилуйя. Ну, я не против, знаете, чтобы был быт там все такое. Готовить там и так далее. Вот. Вкусную еду там. Чтобы порадовать там своего мужа и так далее. Я не против. Господь там сделал, что мне не надо. Я не против занимала. Вот. Аллилуйя. Слава Богу. То есть, все лучше. В мозги, в мирские это не вмещается. Они вмещаются только в Божьи мозги. Вот. Дорога цель. Имейте в Божьи мозги. Имейте ум хоть что. Аллилуйя. Павла Господа. Хамалилюя. Слава Иисусу. Давайте с вами спою. Лучше и лучше. Это песня молитвы. Родилась 1 июля 2021 года. Спивайте со мной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Алилуйя Субтитры создавал DimaTorzok 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 вот какое вознесе может быть в твоей жизни он приходит со своей любовью он приходит со своим утешением со своей помощью он приходит тем,чтоб научиться тем,чтоб наполнить Аллилуйя Слава Иисусу Аллуйя Будем Бога ставить на первое место в своей жизни, не забываем о том, кто, что самое важное в нашей жизни, аминь, для чего Господь нас создал, зачем Он вообще нас избрал, Он нас избрал для себя, создал для себя, аминь, понимаете? Все остальное это просто как прилагательное, вот, что касается мужа и жены, да, вот, Бог прославил своего сына, Аллиуэ, и муж является славой Божьей, то есть мой муж это слава Божья, Аллиуэ, а жена слава мужа, То есть я слава его, вы видите меня и вы понимаете, какой мне муж вообще, вот, сейчас, на данный момент, да, слава, Аллиу, слава Господа, Аллиуэ, Аллиуэ, Ох, что-то тут. Аминь. Давайте с вами помолимся драгоценное за все, что нужно помолиться, за пожертвования, за... В общем, то, что материально мы приносим ресурсы Богу, то, что мы приносим к Его ногам, к ногам апостолов во имя Иисуса Христа, помолимся за финансы, за материальные ресурсы, которые текут в нашу церковь в имя Иисуса Христа, для того, чтобы Царство Небесное распространилось почти вселенной через нашу церковь. Дорогой Небесный Отец, все мое это Твое, все Твое это мое. Используй все финансы во славу Твое, Господь, мой Небесный Отец, и умножай Твое имя Иисуса Христа. Халилюй. Чтобы прославлялась Твое святое имя. Халилюй. Чтобы мой успех для всех был очевиден во имя Иисуса Христа. Халилюй. Потому что мой успех – это мои сияющие от радости глаза во имя Иисуса Халилюй и счастье во имя Иисуса Христа. Моя жизнь во имя Иисуса Христа. Явление Тебя в моей жизни во имя Иисуса Христа. Халилюй. Несмотря ни на обстоятельства, ни на внешние атрибуты моей жизни во имя Иисуса Христа, но на внутренние во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, мой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за все. Халилюй. За благословение Срожества Небесного. Во имя Иисуса Христа. За любовь, за верность. Во имя Иисуса Христа. Халилюй. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, мой Небесный Отец. Спасибо Тебе, мой Небесный Отец. Молюй. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Здесь, сюда Вы можете прийти, если хотите лично пообщаться. Каждое воскресенье с 16.00 до 18.00 у нас происходит проповедь во имя Иисуса Христа. И я с вами не прощаюсь. Отец, Сын и Дух Святой служит наше старте круглосуточно 7 дней в неделю 24 часа в сутки. Отец наш, сущий на небесах, засветится имя Твое, да пришло в царство Твое, где есть воля Твоя и на земле, как на небесах. Отец наш, сущный, дал мне на сей день и простил мне долгимые, как и я простил должников моих. И не вел меня выскушенный, но избавил меня от локала, ибо Твое есть царство и сила и слава веки. Какое же это наскорбление. быть с тобой